МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне вообще хотелось написать такую вот книжку из своего детства. Я не знаю, помните ли вы, но в наше время был такой у детей, у подростков очень популярный жанр, назывался «Повесть-сказка». Вот для меня этих двух слов на обложке книги обычно хватало, чтобы эту книгу взять в библиотеке и быстро с ней убежать. Все эти книги, собственно говоря, в моем советском детстве играли, ну, огромную роль, поэтому мне захотелось написать такую же свою книгу. И я на день рождения своему сыну не мог придумать лучшего подарка, кроме как вот написать какую-то сказочку небольшую. И я написал некий текст, у которого как бы потом появилось продолжение. Я его положил в конверт и из Англии отправил в Россию, на далекий север, в город Якутск. И эта глава ушла. В ответ я получил телефонный звонок, и мне сказали «Дальше». И ваша новая книга тоже богата красивыми яркими иллюстрациями. Расскажите об этом. Вы знаете, когда возникла тема уже печатания книги, и, собственно говоря, я сразу хотел, чтобы было много картинок, таких как в моем детстве, в моих детских книжках, я сразу знал образ этих картинок. Мне хотелось, чтобы они, с одной стороны, были волшебными, и, с другой стороны, очень реалистическими. И мы, к счастью, обнаружили вот замечательного художника Катю Трент, которая в жизни, как мне сообщают мои издатели, она в жизни эльф. Она занимается музыкой, и она эльф. У нее есть уши, она ходит вот с эльфийскими ушами. Я-то не знал об этом, когда смотрел ее картинки, но оказалось, что я угадал человека, понимаете, какая штука. Субтитры сделал DimaTorzok Я вообще должен вам сказать, что рассказы Аксенова я отношу к вершинам его художественного творчества, к самым высоким его достижениям. Конечно, одним из фирменных, что ли, знаков Аксенова, это, конечно, беспредельная ирония во всем, что он писал, и вообще не такая мягкая ирония. Вот уже не говоря о этой вещи затоваренной бочкотаре, которая сплошь пронизана этим, и вообще ирония и пародия, потому что я думаю, что затоваренная бочкотара, это, в общем, даже как бы пародирует советский новояс везде в лексике. Скажите, а кто были любимые писатели Аксенова? Вот я помню, что вот из современных писателей, вот таких вот совсем последних уже, вот он как-то выделял Дмитрия Быкова там, допустим, да? Вообще он был очень добр, ну, благожелателен в оценках, вот очень высоко он ставил роман Анатолия Наймана «Каблуков», очень высоко ценил рассказы Юрия Казакова, он просто тоже считал его гениальным просто. Он был премьер, он вокруг себя всегда группировал, вообще все самое интересное. Это случилось, была единственная женщина среди них, они очень издевались все надо мной, ну и очень, как бы, неплохо относились. Василий Павлович в разные времена был разным и очень современным, вот он как-то всегда ощущал это, вот, как носят, что одевают, какая экипировка, прикид. Вот все эти словечки, которые мы вообще из «Звездного билета», из «Коллег», еще, из «Апельсин», из «Марокко», мы же говорили его языком, мы объяснялись. Вот Лен Лизовский, первая часть, она абсолютно вот тогдашняя, вот такая современная, вторая более сложная. Почти всем людям слава нравится, это нормально, ему нравилось, ему нравилось, что его читают, ему нравилось, что его любят. Ему нравилось, что его узнают на улице, хотя он иногда так кокетничал и говорил, как я устал от журналистов, на что я ему говорил, ну, не бери трубку телефона. Он говорит, ну, как же, ну, надо все-таки, да. То есть, ну, конечно, нравилось, естественно, и ему нравилось, и, собственно, поэтому, наверное, он, в общем-то, вернулся в Россию, потому что он здесь был очень востребован, это было, так сказать, вот здесь был его читатель. Поначалу мысль у меня была такая, что я вообще после выхода этой книги никак не буду ее комментировать, а потом, незадолго до того, как она вышла, как туда мне корректура влепила ляп в первую же строчку, я ее перечитал, и вдруг я понял, что она добрая, она теплая, она хорошая. Это сегодня ваша лучшая книга? Зависит от критериев оценки. Дело в том, что эта книга сделана строго по канону. Эта первая моя книга сделана абсолютно четко по канону приключенческой научной фантастики. Вдобавок она отвечает всем критериям научной фантастики, которые недавно обозначила наша самопровозглашенная лига НФ возрожденцев. Не кажется ли вам, что вы написали сказку? Не детскую, подростковую, скажем так. Не обязательно, что она именно на подростков рассчитана, потому что книга действительно интересная. Ну, по сути своей, это вот фантастическая сказка. Ничего не имею против, все, что могу сказать. Кстати, выбраковку один раз мой знакомый полковник милиции назвал сказкой. Я говорю, почему? А это никто-нибудь, это, можно сказать, это известный фантаст Роман Злотников, который преподавал на кафедре огневой подготовки в Институте повышения квалификации ментов. Вот меня учил стрелять, в том числе, хоть я и не мент. Я говорю, а почему сказку-то? Он сказал, а потому что никогда у нас не будет таких защитников. Первый полис — это вот страны третьего мира. Люди, которые живут, ну, фактически на улице, да, живут очень такой, скажем, бедной жизнью, но при всем при этом у них есть одно важное качество. Они очень счастливые, очень жизнерадостные, очень коммуникабельные, но у них нет вот другой составляющей важной, да. У них, может быть, нет там большого дома, нет машины, чего-то. То есть у них полно счастья. Да, вторая часть, вот когда здесь в России находимся, есть интересный момент, что люди с точки зрения социальной реализации очень, то есть у них есть дом, машина, дача, хорошая работа и так далее, но нет вот этой второй составляющей, которая называется такое человеческое нормальное счастье. В принципе, у каждого человека вот потенциал внутри, потенциал силы и потенциал, как бы, слабости, он примерно одинаково развит. И важно, вот для меня важно, по крайней мере, да, когда я иду вперед, выбирать очень сильно людей. Амар Хаям там в свое время сказал, да, быть лучше одному, чем где и с кем попало. И вот на самом деле, когда человеку правильно на пути попадается, там правильная книга, правильный человек, правильная среда какая-то и так далее, он может выстрелить. По опыту тренингов я знаю, что если человеку просто чуть-чуть вот помочь, поддержать его, дать направление вот это, дальше он начинает активно двигаться сам. И самый лучший вариант – это поддерживать его на пути. И поэтому вот книги, поэтому сайт, поэтому все остальное – это именно для того, чтобы человек просто, взяв книгу, посмотрел, ему нужно двигаться дальше, да, ему нужно общение, ему нужна среда и все остальное. Однажды умирал старый мастер. Ученики собрались вокруг него, которые много лет уже с ним находились. И вот на смертном одре он открывает последний раз глаза, и они задают, самый старший ученик задает вопрос. Мастер говорит, скажите, пожалуйста, вот мы с вами много-много лет находимся рядом. За все эти годы мы ни разу в жизни не видели, чтобы вы были грустный, подавленный, угнетенный, чтобы вы были чем-то недовольны и так далее. Перед смертью откройте тайну своего хорошего настроения, своего хорошего самочувствия. Посмотрел на них мастер, улыбнулся и говорит, эх, вы и так ничего и не поняли. Каждое утро, когда я просыпался, я себя спрашивал, как я хочу прожить сегодняшний день. В состоянии радости, счастья, удовольствия или в состоянии тоски, гнева, немощи и все остальное. И всегда делал выбор в сторону первого. Потому что я не знаю, настанет ли следующий день. Я впервые познакомилась с его творчеством, мне кажется, мне было лет 16. И тогда Япония казалась просто абсолютно другой страной, другим миром. И действия персонажей, их мысли, чувства казались настолько невероятными, но при этом такими чистыми, эмоционально насыщенными, сексуальными, что книга навсегда осталась в моей памяти. И когда я узнала о том, что снимается фильм по книге, я, конечно же, решила, что он обязательно должен быть представлен в России. Мы провели один закрытый показ, и все, кто посмотрели картину, они были в восторге. То есть после завершения сеанса, несмотря на то, что фильм у нас достаточно длинный по времени, у нас была просто 10-минутная овация к картине. Я должен, наверное, сказать про себя, что у Харуки Мураками мне нравятся не все книги. Но «Норвежский лес» — это одно из тех произведений, которое меня захватило целиком и полностью. Да, хотя я его прочел в достаточно взрослом возрасте, когда мне было 25. Тем не менее, да, на мой взгляд, это абсолютно чувственное, очень трогательное, очень честное по отношению к героям, по отношению к, в принципе, случаям отношений, которые могут быть между мужчиной и женщиной, и между мужчиной и несколькими женщинами. Привет, Ватанабе. Знаешь, чем я хочу сейчас заняться? Мне нравится смотреть, как ты говоришь. Ты с кем-нибудь встречаешься в Токио? Если да, то скажи мне. Ты думаешь о ком-то? Да. Когда я слышу эту песню «Битлук», мне кажется, будто я заблудилась в глухом лесу. Любопытно, что текст песни «Норвежский лес» «Битлз» героев воспринимают практически буквально. Это правда удивительно. То есть история, которая рассказывается в песне «Норвежский лес» о мужчине, которому отказывает девушка на пике сексуальной игры, вдруг сжигает дом, в котором это все происходило. Это содержание песни «Норвежский лес». Да, здесь мы видим такую более широкую интерпретацию, на мой взгляд, ну вот просто шикарную и в картине, и в романе, когда мужчина, повинуясь ощущениям, желанию, сжигает все мосты, не задумываясь о том, что может произойти потом. Предположим, я скажу тебе, что я хочу клубничное пирожное, и ты бросаешь все, бежишь в магазин и покупаешь его, приходишь запыхавшись и даешь мне клубничное пирожное. А я говорю, что больше не хочу его и выбрасываю из окна. Вот чего я ищу. Не уверен, что это имеет какое-то отношение к любви. Имеет. Я хочу, чтобы мужчина сказал, ты права, Мидори, это я виноват. Картина получилась, картина премьеровалась на Венецианском кинофестивале. У нее были очень серьезные соперники, как вы понимаете, поэтому, в общем-то, на какую-либо награду ей рассчитывать не приходилось. Но то, что она получилась, и она получилась невероятной, да, на мой взгляд, это абсолютно точно. Книжка «Фарфор» — это по случаю моих истекающих 54-х лет. Там довольно много стихов последнего, ну, примерно пятилетия, и около половины книжки стихов моих старых. Но то, что я все еще имею возможность выступить там-сям и своим наивным языком что-то промумукать, и свои глупости иногда резкие, иногда прилично зарифмованные, иногда с небольшим, все же, воздухом внутри. И, ну, не с канистры бензина под названием крупнейшая в этом мире инакомыслия, но все же с маленькой канистрочкой, с маленькой такой, да, с флакон духов, упаковочкой собственного инакомыслия. Я могу выступать, петь, звучу и пишу. Я все равно этой нелепейшей Москве, нас породившей, чрезвычайно благодарна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова